Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 27 сентября Церковь празднует воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Владыка, что в этот день вспоминают православные христиане? Православные христиане, и не только православные, все христиане вспоминают в этот день обретение Креста Господня императрицей Еленой, матерью святого равнопостольного императора Константина Великого. Ну, это, я бы сказал, такой еще-то день, такой неформальный праздник археологов, потому что святая царица Елена приказала провести, она уже была в преклонном возрасте, прибыла в Иерусалим и организовала там раскопки на месте христианских святынь, которые к тому времени были изобрыты, заброшены. Вот, в частности, на горе Голгофе она, по ее указанию, под ее присмотром, было обретено три креста, крест Христа Спасителя и два креста разбойников, которые были распяты вместе с ним. Это величайшая святыня церкви. Когда стало известно о том, что крест был найден, то множество людей сбежалось отовсюду для того, чтобы увидеть эту святыню. Иерусалимский архиерей Макарий поднимал его, он большой был, крест, естественно, тяжелый, с помощью своего клира он поднимал, по-славянски воздвязал крест максимально высоко, для того, чтобы как можно больше стоящих в толпе людей могли бы его видеть. И благословляем этим крестом, а народ в это время восклицал Господи, помилуй. И делаем на четыре стороны. И вот с тех пор этот чин как бы повторяется каждый раз в наших храмах. Архиерей износит крест из алтаря, соответственно, украшенный на середину храма и там на четыре стороны воздвязает его, поднимает его максимально высоко, потом опускает вниз, насколько это возможно, до самого пола. И под многократное пение хором Господи помилуй благословляет на четыре стороны собравшийся народ, как бы вспоминая вот то событие, которое происходило тогда в те далекие времена в Иерусалиме. А это было достаточно давно, ни много ни мало, в 326 году. И вот с тех пор этот чин совершается в наших храмах. Какова судьба креста Господня сейчас? После того, как крест был обретен, его разделили на две части. Одна часть его осталась в Иерусалиме, а одна часть в Константинополе. Примерно равные части. Иерусалимский крест достаточно долго находился там, потом в одном из мусульманских завиваний был окончательно утерян. Он был пленен персами, потом царем Ираклием возвращен от перса в Иерусалим, но уже в XII веке следы его теряются. Есть сведения о том, что спасая от нашествия, его закопали где-то в укромном месте, потом те, кто это делали, просто погибли. И таким образом от него остались только небольшие частицы. Большая часть креста находилась в Константинополе. Константинополь был разграблен во время Четвертого крестового похода. И практически все святыни, а в Константинополе хранилось огромное количество святынь, все святыни были увезены крестоносцами в Европу. Вот те святыни древней церкви, которые можно видеть в соборах Рима, Милана, Флоренции, Венеции, Германии, во Франции, это все награбленные сокровища Константинополя, награбленные крестоносцами. Причем в те времена сами святыни стоили гораздо дороже, чем всякого рода высокохудожественные ковчеги, оклады, которые там были. В воспоминаниях об этом великом вселенском грабеже рассказывается, как вот эти мощевики, они же были необыкновенно красиво украшены, их просто срывали, выбрасывали, а сами святыни увозили, чтобы не тащить вот это золото, серебро, драгоценные камни, которые были тяжелыми, а увозить, собственно говоря, одни святыни. Но много и сокровищ было увезено в Европу, к сожалению, вот такое самоубийство христианской Европы, когда одна часть у него хранически уничтожила другую, вот это самое такое, может быть, одно из самых трагических явлений в истории, вот, привело к тому, что многие святыни рассеяны по миру, многие из них разделены на части, очень много частиц креста находится в самых разных местах и в Европе, и в России, вот, даже, скажу более, в свое время и у меня была частица древа, креста Христова, я ее вот вмонтировал в крест, такой специально возрязанный этот крест привез сюда тоже, и вот на воздвижение будем как раз совершать чин воздвижения с крестом, в котором маленькая, крохотная, но подлинная частица креста Господня, вот, вот, так что, как единого целого в настоящее время его не существует, но части его в очень многих местах, в очень многих храмах и на востоке, и на западе. Еще есть вопрос от зрителя. В миру крест – символ мучений. Почему христиане носят его на своем теле и поклоняются ему? Не просто символ мучения, это орудие казни, как виселица, гильотина, пистолет Макарова и так далее. Это орудие казни, на котором был казнен Христос, спаситель мира, тот, через которого мы были спасены, и чье вот страдание, крестная смерть и воскресение является самым главным событием человеческой истории. Вот поэтому для нас крест не просто орудие казни, но и символ нашего спасения, потому что на нем был распят Христос. И, собственно говоря, крест – это до некоторой степени икона всего того, что совершил Христос, спаситель на земле. Вот поэтому мы кланяемся к кресту, поэтому мы налагаем на себя крестное знамение. Поэтому мы целуем крест, и поэтому для нас это одна из главных святынь. Более того, мы обращаемся к нему в молитву, как к некоему живому существу, и просим его помощи, конечно, с помощью Господа, но обращаемся к Господу через обращение ко кресту. Вот, как бы, тем самым воздавая должное поклонение тому, что пришлось Господу претерпеть за, как сказано в символе веры, нас ради человек и нашего ради спасения. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. 12 сентября в средней школе имени Героя Советского Союза Виктора Николаевича Каштанкина села Большие Ключища Ульяновской области состоялось открытие Кабинета православной культуры имени святого благоверного князя Александра Невского. Класс для изучения предмета «Основа православной культуры» был открыт по инициативе духовенства Симбирской епархии и главы администрации муниципального образования «Ульяновский район» Сергея Горячева. Как отмечают директор и педагоги школы, необходимость в таком учебном кабинете возникла давно. Дело в том, что в нашей школе духовно-нравственное воспитание организовано достаточно серьезно. На протяжении уже 10 лет ведется преподавание такого предмета, как «Основа религиозной культуры» и «Светской этики». Причем модуль выбирается именно «Основа православной культуры». Преподается курс внеурочной деятельности «Духовные родники Симбирского края» с 1 по 9 класс. Преподается следующий еще предмет, такой как «Кружок», «Родные истоки». И детки занимаются в этом направлении уже достаточное количество времени. И созрела такая необходимость некого создания православного кабинета и как бы небольшого кусочка музея. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин поблагодарил всех, кто помог в реализации этого проекта и рассказал о том, что представляет собой культурологический курс «Основы православной культуры». «Это не уроки при религии, это не закон Божий, это не попытка привести ребят каким-то образом в храм. Это знакомство с тем фундаментом, на котором стоит и основывается наша сегодняшняя цивилизация. Я рад за ребят, потому что им предстоит узнать очень много нового, начиная от происхождения каких-то слов и понятий, заканчивая великими сюжетами мирового классического искусства, которые базируются на священном писании». Затем Владыка Лонгин и глава администрации муниципального образования Ульяновский район Сергей Горячев открыли школьный кабинет православной культуры. После этого митрополит Лонгин совершил молебен и чин освящения кабинета. Управляющий епархией передал для школы комплект учебной литературы. Архиерейскими грамотами были награждены глава администрации муниципального образования Ульяновский район Сергей Горячев за труды по созданию кабинета для курса основы православной культуры, а также директор Большой Ключеченской средней школы Наталья Горбунова и учитель истории и ОПК Ольга Каленкова за успешное преподавание данного курса. После того, как церемония награждения была завершена, ученики школы ознакомили Владыку Лонгина с информационными стендами, посвященными истории Московской Патриархии, Симбирского края, села Большие Ключища, а также рассказали об утраченных храмах Симбирска, святых покровителях города и Спасском женском монастыре. Митрополит Лонгин поблагодарил юных рассказчиков и пожелал, чтобы учеба в новом кабинете была полезной и интересной. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о вере, и сегодня к нам поступил на почту такой вопрос. Есть такое выражение – незнание закона не освобождает от ответственности. Применимо ли оно к духовным законам? Если, к примеру, человек невоцерковленный и не знает заповедей Божьих во всех деталях, он же будет грешить в любом случае. Равноценен ли его грех греху воцерковленного человека? Дорогие друзья, все мы знаем, что голос Бога в нас – это совесть. Поэтому в каждом человеке есть совесть, и именно она регулирует, как человек относится к своим окружающим, близким людям, да и дальним тоже, которые встречаются на его жизненном пути, как относится к жизненным обстоятельствам. И у каждого этот голос звучит несомненно. И даже если человек не знает буквально заповедей десяти, не знает заповедей блаженства, то в нас сокрыта эта великая искра Божия, тайна Божия – это совесть. Поэтому в каждом человеке это есть совесть, и Господь будет спрашивать нас в первую очередь, как с незнающего, если ты не знал о заповедях Божьих по совести, а если ты узнал, окунулся в мир заповедей Божьих, то, несомненно, Господь будет спрашивать по тому, сколько нам дано, как говорится. Кому было много дано, с того много и спросится. Кому дано было мало, тот будет и биен мало. Исходя из Священного Писания, мы понимаем, что спрос с того человека, который не знал заповеди, он будет по совести, а спрос с того человека, который был с заповедями знаком, он будет, конечно, с точки зрения вот этих заповедей. Но мы помним, что Господь прежде всего – это милость, это любовь. Если человек искренне имеет покаяние, даже если он и не знает десять заповедей, но в нем вот это чувство возгревается, что он делает что-то не так, творит что-то не так, и вот это Господь приемлет. Поэтому закон, он, конечно, ниже милости Божьей, ниже любви Божьей, превыше всего – это Божья любовь, которая исцеляет, которая помогает человеку и которая возвращает человека на тот путь, который человек должен совершать здесь на земле, зрея, к жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok